Лев, какой ты молодец, просто проявил настоящие бойцовские качества. Как ты настраивался на этот прокат? Спасибо большое. Сегодня я был спокоен, потому что я вчера перед короткой программой довольно сильно нервничал, и не получилось. Сегодня я был уже спокоен, и почти все получилось. Ты, наверное, хорошо был готов к этому первенству России, тем более, что и на прошлом ты был серебряным призером, и потом он на прошлом чемпионате очень хорошо себя показал. То есть, в принципе, форма у тебя была хорошая? Ну, да, я хорошо был готов, на тренировках я много раз катал чистую и произвольную, и короткую, но в произвольной я доволен, короткой нет. То есть проблема только одна, что переволновался? Ну, скорее всего, да. Сейчас у нас лучшие юниоры могут участвовать в Взрослой Кубке Первого Канала, думал уже об этом, когда бы поучаствовать? Я узнал о том, что можно участвовать на Кубке Первого Канала на Жеребьевке, но я еще не думал. Ну, если я отберусь, то, конечно, я бы хотел поучаствовать. Вообще есть ощущение, что ты такой командный игрок, потому что ты на Нью-Йоркском Кубке Первого Канала круто выставил, на Пашковом чемпионате. Ты можешь как-то рассказать, в принципе, о впечатлениях от командных турниров, как-то по-другому они влияют на тебя, подзаряжают, может быть? Мне очень нравится участвовать в командных турнирах, но я не думаю о том, что выступаю за команду, я готовлюсь как на обычное выступление, поэтому я не думаю, что турнир в команде сильно на меня как-то влияет. Ну, ты в прошлом году был на первенстве, вернее, был призером, как ты назвал, да, и вот это первенство России, есть какое-то отличие? Есть отличие. На прошлом первенстве России я летал один, без родителей, и это тоже отличается, и в этот раз это проходит в Саранске, у меня здесь живут бабушка с дедушкой, и, конечно, все тут отличается. То есть для тебя это фактически родные места? Ну, да, я здесь, я раньше сюда очень часто ездила в гости. Это в какой-то степени тебе помогло, может быть? Ну, во всяком случае, в произвольном проекте. Может быть. У тебя здесь бабушка с дедушкой, я понимаю, приехали еще родители, то сколько тебя сегодня человек поддерживает на Криву, присылающих бабушек? Сейчас сидит мама и бабушка. Дедушка сейчас на работе, а папа остался в Москве сестрой. А ты вот прям остановился в бабушке или все-таки в отеле? Да, я живу в бабушке, и вот только сегодня я ночевала в отеле, потому что сегодня у нас очень рано была тренировка, в 8.45 у нас уже был лед, это получается, мне нужно приехать сюда к 7.45, а ехать из дома это минут 40. А проще в отеле готовить соревнования или дома? Потому что бывают домоотвлекающие факторы, и спросят родственники что-то там, и какое-нибудь питание неспортивное предложат. Нет, я думаю, что это никак не отличается, но за питанием я, конечно, слежу, даже если мне предложат сейчас бабушка с дедушкой перед прокатом, я бы отказался, а сейчас уже спокойно можно поесть. Какие у тебя дальнейшие планы, ну вот ближайшие? Ближайшие планы это финал, гран-при. Молодец. Спасибо большое.